Привет, друзья! С вами Дмитрий Гапон, и сегодня мы посмотрим видео с канала Юрия Хованского. Видос называется «Тюремные байки про Моргенштерна, Гоблина и Дацека». Поехали! Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Хованский, и это означает, что пришло время для очередных тюремных баек. Прошлые байки зашли замечательно, поэтому я решил немного апгрейднуть формат, и в этот раз рассказать вам байки, которые я слышал про знаменитостей в местах не столь отдаленных, а больше всего про легенду рыжего тарзана Вячеслава Дацека, потому что он был легендой старых крестов, новых крестов, и я решил, что кто-то должен рассказать его историю. Я, честно говоря, вообще не знаю, кто это, но давайте посмотрим. И хоть сам Вячеслав, как я слышал, терпеть не может алкоголиков, и вряд ли из нас бы с ним получились друзья, я решил стать неким летописцем для того, чтобы рассказать вам веселые истории про Дацека, про Моргенштерна, ну и просто в целом веселые истории. Я надеюсь, что вам понравится, потому что мне сидеть пиздец как не понравилось. Ну, вы поняли, короче, идею. Попробуем при помощи позитива уничтожить негатив. Но перед тем, как мы начнем, хочу напомнить вам, что 25-го числа... 26-го, точнее, прошу прощения. Так, прежде всего, про Дацека я слышал самые разнообразные байки. Некоторые из них показались мне совсем уж нереальными, поэтому я решил их не включать в выпуск, а включить только те, которые мне, ну хотя бы несколько человек подтвердили. И я искренне надеюсь, что сам Дацк не обидится и не разобьет мне ебало, потому что байки про него исключительно положительные. Но я нигде их не слышал на просторах интернета. То есть это только то, что я слышал от людей, которые сидели в Старых Крестах. Ну, он сидел и в Новых Крестах, но в Новых Крестах как-то уже мы разминулись, а вот людей, которые сидели в Старых Крестах, было очень много. И первая байка, наверное, немножко расистская, что, в принципе, допустимо, учитывая, что сам Дацк достаточно, ну, такой, скажем так, крайний националист. Короче, в Старых Крестах к нему подселили, дай бог помните, я не знаю, узбека, таджика, вот кого-то со Средней Азии, что вообще, в принципе, нечастое явление, потому что, вы удивитесь, но тюрьма это последнее, наверное, место, где осталась графа национальность, где ты заполняешь прям графу национальность, и русских стараются сажать с русскими, там, условно, евреев с евреями и так далее. То есть, это все еще существует. Ну, может быть, во избежание каких-то конфликтов, может быть, во избежание того, что произошло в случае Дацка, потому что к нему вот поселили человек со Средней Азии, и вот мне рассказывали люди, которые с ним сидели, в Старых Крестах были отсекатели. Что это такое? Это такие решетки, но не с той стороны окна, которая за окном, а вот с этой стороны окна. Они идут примерно от подоконника до потолка, чтобы, ну, нельзя было выбраться, и нельзя... От них есть ключ, естественно. Ключ находится у рабочки. И вот что сделал Дацик с, так сказать, представителем Средней Азии, которого посмели, по его мнению, поселить к нему. Ну, он взял у рабочки ключ, открыл вот этот отсекатель. То есть, вы представляете, это совсем уж там, ну, полметра на, грубо говоря, там, полтора-два метра, такой, ну, и длиной там, я не знаю, зависит от камеры. Ну, в принципе, короче, это такая клетка. Чтобы вы проще поняли. Так он просто взял ключ у рабочки и поселил представителя Средней Азии вот в эту клетку и закрыл его там. И он не давал ему есть баланду, кормил его бананами. Я понимаю, что это ужасно. Я не одобряю. Ну, что-то это вообще очень странно, потому что откуда, во-первых, бананы на зоне. То есть, я дико сомневаюсь, что это правда. Ну, типа, серьезно. То есть, их можно туда, конечно, затащить, но чтобы кого-то кормить, там, бананами, это бред какой-то. Брян, ни в коем случае. Но вот эту историю я слышал от нескольких людей, поэтому ее, как бы, правдивость я не оспариваю. Но идея в том, что, блин, дацик очень такой. Следующая история. Осуждаем расизм и национализм всякий. Не знаю, в курсе вы или нет, но дацик участвует сейчас в боях и все в тюрьме болеют за дацика. То есть, с кем бы он ни дрался, я видел одну смешную драку, типа, по РЕН-ТВ. Он дрался с чуваком, который, типа, у него было пять нокаутов и ни одного поражения. И он был фраамериканцем. Получается, очень расистский. Я ничего не могу с этим сделать, короче. И мы сидели, всей камерой ждали бой. И в итоге дацик ему наебашил буквально секунд за сорок просто. И у этого чувака было такое удивленное лицо, что его пиздат. Но... Дацик, это, я так понимаю, какой-то боец ММА, что ли? Не знаю, напишите в комментариях. Байка не в этом. Байка в том, что как бы, ну, дацик не шатал режим. Мне вот цирики тюремные рассказывали, что как только он уже вышел, начал заниматься спортом, и у него вот был первый бой, он пришел и принес билеты всем там режимнику своему, оперу, корпусным, вот, которые там были у него на отделении, и передал их прямо на проходной. То есть, понятно, что никто не пришел, потому что, ну, ему объяснили, у нас могут быть проблемы, если мы будем, скажем так, ну, болеть за заключенных и все такое, но это, по-моему, все-таки достойный поступок, который характеризует датсика как не просто, скажем так, сумасшедшего расиста, а как человек, у которого все-таки есть некие чувства, некое вот такое... Ну, что-то вообще странная история. Во-первых, неинтересная, а во-вторых, типа, в смысле, какие чувства? Это больше похоже на то, что он просто как бы захотел так нормально с Ласев засотрудничать. Ну, или там, я не знаю, что, ну, то есть, не знаю, мне это непонятно, крайне... Хрен знает. Признательность по отношению, пусть даже и к авсиновцам, которых многие не любят, как я понял, из комментов, потому что сейчас существует мнение о том, что меня вообще в Син проплатили за то, что я их нахваливаю, но нет, просто они ко мне относились нормально, и я не вижу смысла их как-то паскудить. Так и в случае с датским. Несмотря на то, что он жил все-таки, ну, ближе к понятиям такого отрицалые, он нашел в себе, скажем так, мужество прийти и предложить просто прийти на его бой. Никто не пришел, и мне кажется, это неправильным. А, ну, то есть, типа, он был отрицалый, но потом, типа, как бы, решил отблагодарить, видимо, с ним нормально обращались. Ну, нормально, чё, окей. То есть, ну, конечно, коррупция, там, это плохо, и все такое, но, когда от души дают билеты на бой, нужно для души соглашаться и брать. Это мое личное мнение, то есть, будь я цириком, я бы пришел, посмотрел. Когда цик пиздится, он мне доставил много веселых моментов, когда я смотрел его бои по РЕН-ТВ. Следующая история, она достаточно противоречивая, потому что люди говорят разное. Вот, например, Александр Емельяненко, он сидел по очень непорядочной статье, и я слышал самое разное о нем. То есть, изначально, когда я садился, мне говорили о том, что он заставлял людей, которые ходят курить, ну, которые курят в хате, делать за это отжимания. И вроде как мне в это верилось, потому что я бы не хотел связываться с Александром Емельяненко, ну, как бы, я бы... Ну да, похоже на бред, на самом деле, что вряд ли он такой в тюрьме мог сделать, как бы, ну, это какой-то, может быть, даже беспредел, не знаю. Если бы хотел покурить, поотжимался бы. Но, мне говорили, что люди с такой непорядочной статьей, они не могут указывать, и, в принципе, как бы, то есть, криминальный мир под них не прогнется в любом случае. Но в случае с Датчиком, мне говорили, что, как у него было. в Старых Крестах вообще, не знаю, там, пачку сигарет стоило открыть какую-то камеру, и, грубо говоря, Датчик жил по спорту, и, когда он возвращался в свою хату, и... А в тюрьме спать ночью просто невозможно, потому что все орут. Идет перестукивание, вот это вот, вся херня, типа, стучат, выкрикивают номера камеры, переговариваются, и... меня это здорово напрягало, и я такой, блин, вот же полный отстой. Ну и что делал Датчик? Он, как я понял, когда я возвращался, говорил, если кто будет ночью пиздеть, я камеру открою, я вас, блядь, переебошу. И мне так говорили, хотя мне в это слабо верится, опять-таки, это уже такая байка из ненадежных, что у Датцика на отделении ночью была полнейшая тишина. Верить, не верить, решать вам. Я за что купил, за то и продал. Но сама идея мне нравится, потому что, на самом деле, вот эта херня, я привык, знаете, вот, что для идеального сна что нужно? Абсолютная темнота, абсолютная тишина, абсолютный покой. В тюрьме вы нихуя из этого не получите. У вас ничего не будет. Но если бы на самом деле кто-то как-то это устроил, если бы там Датцика сидел на моем отделении, я бы был не против. Потому что, честно говоря, вот все эти разговоры, я, наверное, вам не помню, рассказывал, не рассказывал, про дороги, про всю эту тему, перекрикивание, выход на решку. Ну, может, мы это отложим до отдельной темы, как бы. Но я сейчас просто скажу, что большинство из того, что вот люди орут, перекрикиваются, это полные порожняки. То есть, с точки зрения криминального мира, наверное, я бы понял, если бы люди по ночам орали что-то важное. То есть, там, договаривались с подельниками о каких-то показаниях, но большинство переговоров это есть у кого чай, есть у кого сигареты, меня вот только-только подняли с карцера, мне нужен чай и сигареты, и ты лежишь ночью, у тебя и так жизнь как бы не сахар, ты сидишь в СИЗО, пытаешься поспать, и вот эти вот бесконечные крики относительно того, есть ли у кого чай, как мне кажется, это вот, ну, непорядочно. Мое мнение. Опять-таки, я слышал разные. То есть, например, вот, кто постарше, люди, кто уже сидевшие, мне говорили, что это вообще так нельзя. То есть, есть четыре вида маляв, мы с вами их как-нибудь рассмотрим, они у меня записаны, а вот просто спрашивать, у кого есть чай, типа, это полное западло, и за это чуть ли там не обоссать надо. Но, опять-таки, есть люди, которые говорят, что типа, это нормально, потому что, вот, не у всех есть родственники, не у всех есть кому там заказать чай, сигареты, и поэтому, типа, вроде как нормально. Я не знаю, может быть, мне помогут сидельцы из комментариев, как было в вашем СИЗО, потому что, я так и не понял. Вот, это как с историей про мытье в трусах. Я слышал две разных версии, и так и не... Ну, короче, да, четких правил нигде нету никаких, просто все, везде все по-разному, в общем, окей. Не понял, какая из них правильная. Это западло орать и мешать другим зэкам спать. У кого-то завтра суд, у кого-то завтра это, ради того, чтобы, ну, вымутить себе немного чая. Или наоборот, как бы, что, ну, типа, они потерпят, потому что, ты, бродяга, вернулся с карцера, только что подняли, и можно, как бы, ну, ну, как бы, напрячь других, чтобы ты получил чаю, вот этот момент я так и не понял, честно говоря. Поэтому, я буду признателен, если кто-нибудь, кто прям вот вообще по понятиям как-то это растолкует, нормально это или нет. Но, байка была в том, что у Дацика была абсолютная тишина. То есть, понятно, на Решке-то орали, но, Решка, это когда вот вы высовываетесь в окно, и кричите там, камера типа, 3-5-1, 3-5-1, кто говорит? Юра говорит, а кто со мной говорит? Ахмед говорит, Ахмед, а что у вас в камере по... что-то к чаю есть, или вот такая хуйня. То есть, на Решке-то, может, орали, но вот именно на отделении, на галере, у Дацика была абсолютная тишина. Опять-таки, это то, что я слышал, я не знаю, пишите в комментариях, может, кто-то сидел с Дациком, как бы развенчает этот миф, или наоборот, его подтвердит. Последняя история про Дацика, потому что их больше всего в Крестахово очень любят, про... Короче, видос называется про Моргенштерна, Гоблина и Дацика, но уже прошло больше половины видео, и мы только про Дацика слышим, и вообще просто мне, честно говоря, не особо интересно, но хочется про Гоблина и про Моргенштерна что-то услышать. То, как Дацику подали хуевую баланду. Опять-таки, это... Я ее почему убрал в конец? Она еще менее проверена, чем история про тишину, но... мне несколько человек рассказывали, что... когда Дацику принесли хуевую баланду, а такое бывает, иногда вообще могут не принести, иногда, ну... Баландеры, надо понимать, это простые такие чуваки, они проебываются, это хозотряд. То есть, это те, кто не хочет ехать именно на зону и хотят остаться в СИЗО. Поэтому у них там свои косяки, им достаточно тяжело, они таскают эти ебаные баки с баландой, блядь, они тяжелые, они все в синяках из-за этих баков. Ну, то есть, понятно, если вы, я не знаю, Миша Ефремов, вас сразу поставят на должность там главы киноклуба, но в целом все начинают с баландеров, как правило. И вот этот баландер принес еду, которую не устраивало Дацика и подал ее через кормушку. Кормушка, чтобы вы поняли, это вот такая херня, которая маленькая открывающаяся дверка, ну, типа она правда маленькая, я точных размеров не знаю, но вот примерно такая. и Дацик, когда остался недоволен баландой, подозвал баландера, а баландеры все достаточно, ну, тощие ребята, это в основном по 228, все там, ну, вы понимаете, солевые, что-то такое. И он начал через кормушку затаскивать внутрь баландера. И как мне говорили, протащил его практически до бедер. То есть, ну, вам это может быть не смешно, но если бы вы видели размеры этих кормушек, вы бы охуели с того, что взрослого человека можно протащить практически до середины. Потом, естественно, в это дело вмешались, это было еще в Старых Крестах. Ну, в общем, такие вот у меня байки о Дацике. Уж не знаю, верить нет, не верить, но, по-моему, человек веселый и интересный. Так что, в следующий раз, когда вы будете слышать о Рыжем Тарзане в интернете, можете припомнить, что был летописец, который записал, так сказать, все его... Да, вот, кстати, про летописец. Комбинирую байку. Как я понял, короче, мне же еще продюсер Иванов говорил о том, что Гоблин на самом деле никогда не был опером. И я собирал по крупицам информацию людей из Старых Крестов из Старых Крестов про то, что Гоблин на самом деле был корпусным. Я нашел кучу подтверждений всего этого, то есть оперру великий никогда не был опером, вы понимаете? И потом, когда я вышел, мне Маша говорит, так он, по-моему, у Красовского в интервью сказал, что да, он корпусным был не опером. И я сидел и такой, моя работа. Мое исследование пошло по пизде. Гоблин просто взял и признался сам, что он нихуя не опер. Зачем? А так он был обычным таким цириком, сигареты приносил. То есть там раньше в Старых Крестах как были, то есть ну были у тебя кроссовки, например, при задержании. Ты их отдавал и тебе могли там водки принести, сигарет, вот какой-то, ну колбасы. Вот, короче, вот этим Гоблин и занимался. Так что никакой он не опер.ру, он корпусной.ру, блядь, ёпта, так что. Ну, меня просто разочаровало, что вот мать сказал, что он где-то просто взял и признался, потому что теперь мое исследование не имеет смысла. Следующая история про Моргенштерна. Я удивился. Когда вот была история, Моргенштерн собрал 150, по-моему, миллионов или что-то такое вот больному ребенку. И, как он сам признался, это было для того, чтобы впечатлить ментов, чтобы у него появилась какая-то защита вот от Следственного комитета, от ментов. И что он делал для этого? Он в этом сам честно признался, вы можете найти видео, но в итоге все равно на него заведена куча дел, он сидит в Дубае, но произошел абсолютно обратный эффект. Зауважали его не менты, его зауважали заключенные, причем по-настоящему. То есть я общался прям со старыми-старыми зэками, которые вот это вот как они увидели по телевизору, они такие блять, это хороший человек. Ну, потому что честных людей как бы адекватных видят все нормальные люди. Потому что, ну да, я так понял, там в криминальном мире подкупить ментов, грубо говоря, это нормальная тема. То есть как бы ты их коррумпируешь, чтобы грубо говоря зэкам жилось лучше. Ну и зэкам, и вообще к криминальному миру. Поэтому они за это, наверное, зауважали, что он честно сказал Моргенштерн, что я просто решил подкупить их вот этим своим действием. Ну окей. Типа хуй с ним наколки, вот эта вся хуйня, то, что он там пиздел, что-то там съел деда, блять, и все это. Короче, вот звучит очень тупо, но Тимати в тюрьму нельзя, Моргенштерну можно. Ну, потому что Тимати с властью сотрудничает, а Моргенштерн нет. Вот и все. Ну, тут как раз все понятно. Тимати просто топит за власть всегда, всю жизнь, а Моргенштерн нет. Просто не стал работать, и на него дела начали заводить. Все, все как раз адекватно. Не, Алишер, если слышишь, не возвращайся сюда никогда, мой Тимати, совет. Но идея в том, что вот некий уровень какого-то понимания, да, то есть Алишер рассчитывал, что люди, имеющие власть, оценят его жест. Вот именно с этими 150 миллионами для ребенка. Они не оценили. Они по-прежнему решили его посадить. Но люди, у которых нет ничего, ни близких, ни передач, ни сигарет, но которые живут по понятиям, оценили они. Поэтому Моргенштерн, как бы это не было парадоксально, в тюрьме уважаемый человек. Вот, вот такие вам я считаю все нормально, все как раз правильно и происходит в целом. Это финтифлюшки. Ну и последняя байка, сегодня, наверное, короткий выпуск получается, но байка смешная, она про Алексея Столярова. Она даже не совсем про Алексея Столярова, он не сидел и в тюрьме его не знают. Короче, мне писал чувак, который служил в армии в то время, пока я сидел. И у них произошла удивительная история. К ним вечером зашли там эти старшины, не знаю кто там, я в армии не служил, я в рот не ебу, кто, кто. И они, короче, говорят, нам нужно три самых лучших солдата, завтра поедете в город. Типа особое специальное задание. И там чуваки, чуть ли там деды не передрались друг с другом за то, кто поедет, потому что, ну, вы понимаете, армия штука достаточно скучная. И так получилось, что чувак, который мне писал, ему получилось пробиться туда, и он поехал. И в итоге он говорит, как ты думаешь, Юра, что там произошло? Мы выехали в пять утра, и мы в шести утра, дедушки, они в армии это уже нихуя не делают, то есть они могли бы сидеть, просто целый день придеть, нихуя не делают, и они в итоге, блядь, такие, что же это такое? Самые лучшие военные требуются, и их, блядь, прям вернули во времена духов, блядь, целый день в мыле все, потому что я этот ролик не видел, может его кто найдет, и даже посмотрит, какие работы были сделаны, потому что, как я понял, ну, все делали солдатики, на самом деле, типа, а не столяров, поэтому на них просто вот взвалили съемку роликов столяров, поэтому из этой байки уж точно можно извлечь небольшую мораль, не все то золото, что блестит, не все те работы, которые кажутся пиздатой и халявой, они, как бы, пиздатой и халявой, иногда лучше просто, блядь, егда, остаться в стороне, и такой, ну, пусть трех лучших солдат забирают, я не лучший солдат, и вы будете целый день сидеть в казарме, пинать хуи, и вам не придется копать окопы для Алексея Столярова, ладно, я, наверное, чуть-чуть не осветил. Ну да, вот эта вот ситуация, то, что, солдат не воевать учат, а учат ездить на клипах, копать какие-то окопы, ну, это позор, ну, серьезно, народ, это как бы, вот все эти истории, понимаете, они вот сплошь и рядом, и когда ты понимаешь, что в армии тебя не учат стрелять, вот я заканчивал военную кафедру, вот, у меня звание, грубо говоря, лейтенант, лейтенант запаса, и я за все это время стрелял из оружия, два раза, один раз нам дали на сборах, в один день это было, нам дали ПМ, короче, пистолет Покарова, там было, по-моему, шесть патронов, если я не ошибаюсь, мы, я их выстрелил, и потом дали калашников с шестью патронами, говорят, хотите очереди их все выстрелить, хотите, по одному стреляйте, вроде все, просто охуенная, как бы охуенные специалисты получатся, ну, то есть, по сути, солдаты должны каждый день просто там какие-то тактические действия производить, да, там учиться стрелять, учиться там что-то какие-то маневры совершать, нет, на клип кому-то просто копать траншеи, ну, ребят, ну, вот так вот, что поделать, слишком развеселило, ну, или я пьяный уже, короче, друзья, на сегодня все, ну, ладно, одну давайте дополнительную байку, короче, относительно худи метамодерновый фронт един, мне передали в тюрьму две, я одну худи отдал бедолагам, ну, типа чуваки, у которых реально нет ни запасной одежды, ни это, одному чуваку, типа, и проходит время, а вы помните моего худи метамодерновый фронт един, МФЕ, и мы с ним встречаемся, спустя несколько недель в собачнике или в стакане, я не помню, он говорит, слушай, Юра, что такое метамодерн? парадизм, в который постмодерн и премодерн существует одновременно, он такой, ма-ха-ха-ха-ха, скажем, бля, бля, вот это самая охуенная история, что такое метамодерн? И чуваку зоны надо это объяснить как-то, вкратце, в легенькую, То есть это точно не мефедрон, я такой, блять, нет, он говорит, а то меня доебывают, что я барыга, так что покупайте в блогерстори, худи, медмодерновый, фронт един, не переживайте, это никак не связано с мефедроном, все нормально, это совсем другое. Не, ну даже если с мефедроном не связано, просто, а он же все равно не понял, что это значит, вот ему скажут, что у тебя написано на футболке, то есть просто, и он не сможет объяснить, это, ну, это как бы странная хрень. Можете ответить, подписывайтесь на мой телеграм-канал Печень Ховы, не забывайте писать в комментариях, понравился вам выпуск или нет, потому что, ну, мне было очень весело, конечно, сидеть в тюрьме было совсем не весело, но вот сейчас в иной раз вот такую хуйню вспоминаешь и думаешь, Господи, ну я хуйня, ну я, какая же это хуйня, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, с вами был Юрий Хованский, это были Тюремные Байки, всего вам доброго. Ну, такой ролик достаточно, не знаю, для меня немножко скучноватый был, но все равно, как бы, интересно послушать. В общем, рад вас всех был видеть, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и заходите на мои стримы, практически каждый день в 9 вечера стримы Гапона, как бы, ждут вас. Вот, в общем, там обсуждаем любые темы, отвечаю на все ваши вопросы и так далее. В общем, всем хорошего настроения, пока!